Тут мы проезжаем мусорку, и я слышу писк. Помойку вывезли. Сейчас буду говорить все не сильно громко, чтобы не проснулись котята раньше времени. Пришла их кормить, перелила вот две таких бутылочки в мою смесь. Вот, и сейчас буду кормить по одному. Конечно, когда мы это делаем с папой, это намного удобнее, но папа сейчас в Москве. Мы их после каждого кормления пересаживаем в другую коробку, где все чистое, свежее. Я сейчас положила полотенце сверху, накрыла такими бумажными полотенцами, потому что у меня закончились перенки. Надо будет сходить в магазин купить. У меня тут еще Бруни, у тебя мой зайчик. Она, кстати, очень любит наблюдать за процессом кормления. Да, кстати, она у нас довольно-таки недавно появилась, может быть месяца три назад, и она будет жить с нами. Вот так вот это все выглядит. Сейчас они уже начнут кричать. Надо будет начинать кормить. У меня тут Бруни прыгает. Все, ломает. Вот такие маленькие пупсы. Бруни. Я докормила последнего телепузика. Я им также массирую животики, чтобы они могли в туалет ходить, потому что обычно им кошка вылизывает животики, но у них нет кошки. Все, я уложила пупсов спать. Сейчас они там расположатся. Положила им две бутылки с горячей водой. Вот, и надеюсь, что они сейчас уснут. Итак, вот котятки с момента того, как я их снимала в прошлый раз, прошло, наверное, недели-две, они у нас уже подросли. Глазки у них открыты. Где мой зайчик? Тебя кормили! Посмотрите, ну, это просто пупсячество. Пришлось его подкормить, чтобы других не разбудил. Все, наелся. Глазки мы им почти вылечили. У них немножечко гноились глазки. Я не знаю, с чем это было связано. Но, собственно, мы капаем им капельки. Вот эта вот малышка, которая сейчас смотрит камеру, она самая активная. Она ест больше всех. Именно она тогда пищала, когда я их нашла на помойке. Под этим серым котенком лежит еще один котеночек. Ему вчера было почему-то плохо. В ветеринарке ему сделали уколы. Сейчас вроде все хорошо. Вот этому сегодня кололи витаминную штучку, потому что у него сопельки. Вот, только у этой все хорошо. Она самая бодрая и резвая. Эта кучка спит здесь. Тигр. Не знаю, почему, но я его так называю. Спит здесь. Это, кстати, мальчик. Вот это, скорее всего, все девочки. И один он, только мальчик. Как же мы их нашли? Это был самый обычный день, ничем не примечательный. Нам с папой надо было съездить в город, так как мы живем в поселке. И в городе нам надо было что-то купить, потому что в нашем поселке они не подавались. Собственно, с этим не в этом. Нам надо было выбраться в город. У нас есть два пути, как добраться в город. Это бы не то, что какой-то прям город-город. А я живу в селе. Нет, я живу в одном из микрорайонов. Просто он именно с частными домами, а не с квартирами. В общем-то, мы собрались с папой ехать в город. И когда мы выехали, мы увидели большую пробку. То есть у нас все стояло даже в нашем микрорайоне. Это в последнее время такие случаи у нас очень часто происходят. Мы решили, что ладно, поедем на электричке. Я посмотрела электрички. Электричка была только через 30 минут. Поэтому мы вернулись домой, покормили собак. И благополучно поехали на электричку. Мы уже подъезжаем к станции. Предварительно мне стало жарко. Я открыла окно и просто в него высунулась. Тут мы проезжаем мусорку. И я слышу писк. Так как это не первые котята, которые у нас были, я уже знаю этот писк. То есть у меня в голове что-то щелкнуло, что что-то знакомое. Тут я говорю, папе, остановись. Я слышу чей-то писк. Выхожу смотреть мусорку. И вижу там вот такую вот маленькую пупочку. Я не знаю, почему я заплакала. То ли от того, что мне стало их сильно жалко, то ли как-то просто у меня это в голове непостижимо. Неважно. В общем-то, да, я заплакала. Папа говорит, надо проверить, есть ли еще кто-то. Мы заглядываем в пакет. Папа берет оттуда какую-то душегрейку, в которой они были сложены. Потихонечку их оттуда вытаскивают. И в итоге у нас насчиталось 4 котенка. Мы их в этой же душегрейке положили в багажник машины и поехали домой. То есть на электричку мы не попали и не зря я вам рассказала про пробку и про то, что мы решили поехать на электричке. Потому что так бы нас туда просто не занесло, так как ехать в город совершенно по другой дороге. И как бы мы туда просто вообще никак не попали. То есть вы понимаете, как все совпало, как вселенная это сделала. Именно в это время, именно в этом месте мы оказались там. Если бы мы были там на 10 минут раньше, мы бы их не нашли. Так они и появились у нас. Бруни знакомится с нашей кошкой с Дусей. Кажется, они не поладили. Да, кстати, мы сейчас с Бруни выпускаем гулять, потому что она совершенно сумасшедшая кошка. Она носится по всему дому. Просто не дает покоя. И поэтому мы решили, что она у нас будет гулять. Там у нас лежит мусенька. Вот мой пупсичек лежит. Сегодня у нас 8 августа. Я бы только что намешала смесь. Я одна, папы нет. Он уехал. Вот, так что сегодня котята на мне. Ты такой зайчик. У меня один человек. Сегодня у нас уже какое-то число. И совсем недавно мы вернулись из деревни в Рязани. И ездили мы туда на машине. И так как нам не на кого было оставить наших телепузиков, мы брали их с собой. Дорогу они перенесли хорошо. Вначале они немножечко не понимали, что происходит. Потом они просто все уснули. И спокойно доехали. Не думайте, что мы ехали без остановок. Мы много раз останавливали, кормили их. То есть все было хорошо. И там у них тоже все было хорошо. Мы там были, по-моему, 4 дня. Каждое утро в 5 утра кто-то из нас, либо папа, либо мы вставали, чтобы идти их покормить. И обычно мы даже все вместе вставали. И в одну ночь папа решил дать нам поспать. То есть мы спокойно спали. И когда уже он пришел утром, он сказал, что один из телепузиков умер. Это был мой любимый телепузик. Она была самой маленькой девочкой. Она очень часто была холодной, несмотря на то, что была на грелке. И все у нее было хорошо. Они лежали в тепле на грелке. Она покушала, все хорошо было. И потом она вытянулась и умерла. Малышку мы похоронили там же, в Рязани. Нашли укромное местечко. И похоронили ее, безусловно. Мне было ее очень жалко. Я плакала. Просто за это время, когда мы были в Рязани, мы очень много времени проводили с ними. И я очень привязалась к телепузикам. И, конечно, мне было ее очень жалко, потому что она, во-первых, была моей самой любимой. И, во-вторых, просто было очень жалко ее. Когда мы еще были дома, наверное, через неделю после того, как мы их нашли, именно она в один момент была холодной. И у нее падала голова. То есть она была очень неактивной. Мы отвезли ее в ветеринарную клинику. Ей там сделали укол. Это были, по-моему, какие-то витамины и еще какой-то укол. В итоге она у нас лежала на грелке отдельно ото всех. Мы ее накрыли. Уже когда мы вернулись с Рязани, к которому мы не раз носили котят, он сказал, что это естественный отбор. И то есть она в любом бы случае умерла, потому что она была самая слабенькая, самая маленькая. И вот. С сегодняшнего дня они у нас кушают вот такую вот смесь Нистажен. Я читала в интернете, как это все разводить, какая нужна смесь. Нужна вот именно единичка. Я смотрела, что Нистажен это хорошая смесь. Поэтому, да, сейчас пробуем кормить вот такой, так как биофар они уже съели 3 или 4 банки. Каждая банка стоит по 800 рублей. То есть, вы понимаете, это немножко затратно, а кормить их нужно смесью до 8 недель. Сегодня у нас 8 августа. Я бы только что намешала смесь, которую мы сейчас кормим. Я вам уже про нее рассказывала. Пойду сейчас кормить. Что? Что? Какая ты прелесть. И вы прелести здесь. Сейчас вас покормим. Чего ты, зайчик? Мы, Сипусечка, сейчас тебя будем кормить. Это синие, это жилье. Что? Маленькие пузяки. Пузяки маленькие. Это Дадислав. Панда. На Елиса. Купщики спят. Ой, 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 вы видели, увидели. Что? Как-то вот так вот. Финни у нас любят лазить. Да, Финни? Это Веливонка, а это Дотик. Веливонка самая неактивная. У нас из всех котят их всего было 4, а 3 девочки. Один мальчик сейчас, ну, 2 девочки. Один мальчик, потому что малышка умерла. Дотик и Финни, мальчик, девочка, они такие были прям мясистые. Ну, как бы, то есть они не были какими-то хрупкими. То есть, ну, как бы обычные котята. А Веливонка и та малышка, которой сейчас уже нет, они были такими очень-очень хрупкими. То есть, и если малышка совсем была, она постоянно была холодной, то есть, ему надо было на грелку класть. Веливонка была нормальная, и вот сейчас у неё что-то было непонятное. Она тоже была какой-то холодной. У неё были проблемы со стулом, она вообще такая вся была вяленькая. Как бы, очень было странно. То есть, с утра она была нормальная, прыгала из клетки, упрыгивала. А вечером она была такая вся вялая. Будем надеяться, что у неё всё будет хорошо, потому что я её очень люблю. Конечно, я люблю их всех, но так как она самая маленькая, такая хрупкая, я как-то, не знаю, она мне нравится больше. Я не снимала пупсиков огромное количество времени, уже было два месяца, как они жили с нами. Это было 12 сентября, а сегодня у нас 25 вроде бы сентября. И я вам хочу просто показать, насколько же они выросли. Маленький чубакабрик. Фини. Фини, фини, фини. Просто посмотрите на неё, она уже взрослый котёнок. Вот они у нас. Ой, тесто. Что это такое? Это можно съесть? Это можно съесть? Я прошу прощения за грязный пол, но это не наш дом, так что... Уйдите, Мусясечка. Дочь. Только они такие разные, я бы не сказала, что они братик-сестричка. Смотрите, у неё одна шерсть, такая крупная краска, у неё... Что ты делаешь? А у дочка совсем другая, модные топули. Мы их, кстати, не мыли, потому что мыть их нельзя, это опасно в их возрасте. Их надо мыть, когда они немножечко ещё подрастут. Ой, такая коровка, такая, посмотрите, прелесть. Финюша у нас убежала. Она самая крупная оказалась в итоге из всех котят. И именно она изначально вылезла из пакета, именно её я заметила. То есть, если бы она не начала кричать и не вылезла бы из пакета, я бы их не заметила. Котят. И, соответственно, они бы... Ну, не знаю, что бы с ним произошло. Может быть, их собаки съели, может быть, ещё что-то. Помойку убрали через 10 минут. Точно! Я забыла, что у нас помойку убрали через 10 минут. Мы приехали туда потом уже второй раз, нам надо было что-то сделать, и помойки уже не было. Посмотрите, это просто борьба. Не на жизнь, а на смерть. Ну всё, не трогай. Просто посмотрите на её шерстяной покров. Вы видите это? У меня сбился фокус. Ну посмотрите, какая у неё классная шерсть, и какая она вообще классная. Просто бузибаба. Она такая зайчка. Я не могу сказать, что дотик сильно вырос, но прямо у Фини заметно она выросла. Итак, всё, я отпускаю тебя на волю. Эта дама уже спокойно кушает сама, пьёт она тоже сама. И у неё такой аппетит, что она просто случайно может съесть твой палец. На самом деле, мы с папой думали, что она будет самой некрасивой из всех котят, но посмотрите, блин, у неё такая крутая шерсть, мне очень интересно, какой она будет. И она очень сильно ушастая. Такая зайка. Это было так мило. Бузибуб. Ой, ты мой зайчик. Чего ты? Почему ты так сильно не выросла? Не вырос. Это дотик, а это Фини. Мы так их назвали ещё месяц, наверное, назад. Может быть, чуть больше. Так что да, я на самом деле просто в шоке от того, как она выросла. Дотик не так вырос. То есть, я не могу сказать, что он как-то заметно отличается от того момента, когда я его видела в последний раз. Но Фини просто здоровая такая, и шерсть у неё изменилась уже, начинает что-то проявляться, потому что раньше мы вообще думали, что она будет лысой. Так что да, любопытные бузибабы тут бегают везде. Что? Ой, ой, ты моя зайчка. Кстати, кормим мы котят, наверное, уже недели две пюрешкой. Может быть, даже три. И сначала мы им запихивали понемногу в рот, потом они начали понимать, что им надо самим кушать. И в итоге начали есть сами. Первая начала, конечно же, Фини. Ну, дотик вот только недавно начал сам кушать. Это могут быть разные с курицей, индейкой, вот это говядина с чем-то там, гречкой. 17 октября. Я вам сейчас покажу попсиков, и мне кажется, что вы их просто не узнаете. Финюша. Там дотик у нас ходит. Финюша. Ой, кто такой ласковый, ласковый котик. Ой, ты мой пузяйик. Ой, ты сладкий, да, такой сладухенький. Посмотрите, какие мы большие. Доти у нас тоже догнал нас, хотя она все равно огромная, уже как кошка. Да, вот такие ситуации. Доти просто уже обрастает шерсткой. Финю очень у нее красивая шерсть стала, и вообще она красотка. Им уже больше, чем 3 месяца. Вот так вот они активно борются. Ну, в общем, да, сейчас им 3 месяца, они сами кушают, им уже не нужны бутылки. То есть они как обычные котята, но тем не менее, они по возрасту, они не выглядят на 3-месячных котят. Это нормально, это связано с тем, что у них нету мамы, и обычно котята в 2 месяца уже выглядят, ну, вот как бы как подрощенные котята, а эти еще какие-то такие, знаете, с примесью ребенка. Я не знаю, как это объяснить, но, собственно, да, они такие еще более дети. А вот котята, которые 2 месяца они росли с мамой, они уже прям подрощенные котята. А эти какие-то еще, вот у них как-то выглядят, они... Я надеюсь, вы поняли. У Датика очень сильно видно, как растет у него сейчас шерсть, вообще он очень красивый, у него такие носочки на лапках. Стесняшечка ты моя, красивая. Ну что, вы готовы? Вы мои маленькие крапузики, я их сейчас затаскала тут просто, потому что они убегали, мне приходилось их собирать. Это Финюша, и как вы видите, она уже огромный маленький котик. Дочень муркоти, маленькие пупсяки. Я так и не поняла, 4 месяцев или 5. Собственно, суть в том, что настало время их отдавать. Мы думали, что мы отдадим их родственнице, но у нас там не сложилось, и в итоге она не может их забрать. Поэтому маленьких телепутиков нам надо отдать в хорошие руки. Конечно, я была бы очень рада, если бы их забрали вдвоем, то есть вот как они остались вдвоем. Здравствуйте. То есть вот как они остались у нас вдвоем, как единственные, кто выжил из всех четырех, так я и хотела, чтобы они жили у кого-то. В общем, к чему я это веду? Я очень надеюсь, что кто-то из тех, кто посмотрел это видео, хотел бы взять себе хотя бы одного котика. Хотя это просто сладенький и очень ласковый. Это очень важно, потому что наша другая кошка, вот которая, она была именно со своей мамой, она в возрасте еще даже меньше, ее невозможно было ласкать. Она постоянно кусалась, царапала тебя. То есть ласковой горки как таковой просто не было. А эти просто маленькие пусящички. Мне кажется, что именно из-за того, что мы их растили сами, соответственно, ну как бы они жили в любви и ласке, никто их не ругал вообще никак. Мне кажется, что вот у них уже как-то сложился характер. Матер, здравствуйте, здравствуйте, ой, да. Дотика просто видно только лапки. Я бы очень хотела оставить кого-то себе, именно потому что это первые котята, которых мы смогли вырастить. Потому что когда-то у нас были такого же возраста котята, и они, к сожалению, умерли все. То есть здесь у нас осталось два котенка. И, конечно бы, хотела, чтобы они остались у нас, потому что... Именно из-за того, что мы вырастили их сами, я помню, как я их кормила, какие-нибудь чуманы. Их приходилось вытирать постоянно, менять им все пеленки. Потом мы приучали их кушать. Они кушали пюрешку. В итоге сейчас они кушают все. И, конечно, хотелось бы кого-то оставить. В данный момент у нас живет четыре кошки и один кот. И он тоже, кстати, черный. Дотик с ним просто не уживется. Либо один будет гонять другого, либо другой будет гонять другого. Я, соответственно, не хочу, чтобы такое происходило. Мы могли оставить себе девочку. Но, опять же, как я уже сказала, я хочу, чтобы они куда-то поехали вместе. Если нет, ладно. Я буду очень рада, если кто-то заберет Дотика или кто-то заберет Финни. Потому что я очень хочу отслеживать их дальнейшую судьбу. Потому что когда-то я отдавала котенка, я тоже об этом снимала видео. Мне недавно скидывали фотографии, как он гуляет на шлейке на улице. Его выгуливают. Вообще все у него суперски классно. Кстати, если кому-то будет интересно, они не какие-то громилы. То есть они не дерут шторы, не дерут обои. Они очень мирные котики. И мне кажется, что это очень важно. Особенно, когда котята будут жить в квартире. Ну, у нас бы они могли жить в загородном доме, соответственно. Но так, если мы сейчас отдадим их, то мы сможем подбирать еще котят. Еще находить им добрые руки. И, соответственно, вот. Финюше очень нравится папа. И вообще он не хочет ее отдавать. Но я думаю, что если найдется тот человек, который заберет их вдвоем, то он с радостью отдаст их. Потому что им будет веселее. Она такая беленькая, такая классная кошка. Я не помню, говорила я вам или нет. Но именно из-за нее мы нашли всех котят. Потому что она пищала. Все остальные в пакете лежали. Она даже вылезла из пакета. Именно она спасла жизнь своему братику. Потому что братик был в пакете. Если бы тогда она не закричала, я бы их, конечно, не заметила. И через 10 минут помойку выезли. В общем, в описании я оставлю свою почту, куда вы сможете написать. И я вам отвечу на счет котят. Также у меня есть инстаграм. Тоже можете написать туда. Просто на почте мне будет намного лучше ориентироваться. В том плане, я быстрее замечу ваше письмо. И было бы идеально, если бы их забрала какая-то семья вдвоем. Но это мои мечты. Не знаю. Надеюсь, что получится так. В общем, все мои контакты есть в описании. Как я уже сказала, мне будет с вами удобнее связаться по почте. Так что да. Много хворо в стиле. Я безумно рада, что у нас получилось. Конечно, не все, но половина, ну, двое, это, мне кажется, уже очень хорошо. Спасибо вам большое за просмотр. Я желаю вам всего самого хорошего. То есть, реализовывайте или кострюмите своих животных. Пожалуйста, будьте ответственны за них. Не выкидывайте их на улицу, потому что у нас на счету уже огромное количество спасенных котят и щенят, которых постоянно выбрасывают. А еще у дочек очень классный окрас, потому что у него есть носочки и на передних лапках, и на задних. А здесь у него брюшко, как у коровки. И еще у него классная мордочка. Ой, ты мой хороший. Еще раз напомню, что все мои контакты в описании. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам всего самого хорошего. Всем пока.